10 ноября, сегодня такой солнечный день и мы решили воспользоваться свободным временем и посетить мое болотце, а также чужие болотца. Мороз не стукнул еще этой ночью, возможно следующей ночью стукнет и это будет кощунством оставить красавчиков помирать. Болотушка, несмотря на то, что уже обеднела, как заботливый родитель не хочет отпускать своего сына Дмитрия с пустыми руками домой дарит ему подосик, подосик молодой, значит еще продолжают расти. Тут же я вижу второй, большие экземпляры конечно уже забирали, нам остались совсем молоденькие. Признаюсь честно, я вообще не надеялся что-либо здесь найти. В болотце водички достаточно, не хватает теперь только тепла. Я сегодня в холодном поту буквально проснулся в 4 утра, кинулся в термометр, на кухню и увидел что там на улице 6 градусов тепла, больше я не заснул. В отличии от вчерашнего дня, сегодня все просто залито солнцем, а вчера прямо с утра начался вечер. Опять мне улыбнулась удача. Слушайте, это наверное какой-то прикол. Не берешь с собой корзинку, я взяла такой пакетик, думаю ой это сколько я там найду, два гриба, а тут началось. Смотрите, классный какой длинноногий. И все-таки мы с пустыми руками с моего болотца не уйдем точно. Посмотрите, друзья, какой он большой. Удивительно, как это можно дожить такому экземпляру на таком видном месте. Смотри, Катя. Я сам в шоке. Не перестаю удивляться, не перестаю и удивлять свою дружину. Катя, смотри. Ты видишь это? Как это вообще возможно? Как возможно? Катя отказалась брать корзинку, а грибов все равно не будет. А моя чуечка меня не подвела. Посмотрите. Ну разве это не круто? Глянь. Вообще шикарен он. Смотри, Катя. На, попробуй, подержи. Ну как? Рука не болит еще? А может быть и правда дело в моей волшебной везучей корзиночке. Говорят, если хочешь, чтобы цветок хорошо у тебя прижился, нужно его украсть. Ну вы не подумайте. Ее я не украл, а нашел. Может быть это работает так же аналогично. Нужно корзинку не купить, а найти. Ну или украсть максимум. Друзья, это не призыв к действию. От такой радости я не выдержал. Покинул болотца, потому что знаю, что рядом места. Место белячковое. И прямо в ямке меня здесь ждет. Я вижу белая шляпа беляковая. Ну Катя, конечно, собственно, в репертуаре пришла сюда на мои крики. Я прям не знаю, что тебе за это сделать, а? Расцелуй. Это мой, мой. Почему это? Какие это? Смотри какой. Блин, какой бочоночек. А ну ближе покажись. Ну наконец-то. А я смотри. О, хороший. Вот. А наши подписчики подумали ошибочно, что для нас сезон закончен. Многие. Вон куда нога уходила. Вот я его почистил. Показать вам во всей красе. А я тут стою на коленках. Показываю вам этот шикарный беляк. И смотрите, что здесь же. Прямо у меня под ногами вот эти бугорочки. Я просто уверен, что это белячки. Это так и есть. Так и есть. И вот еще один. Посмотрите. Здесь мухоморчик. Обманщик. Ну это-то белячочек. Смотрите, какой-то бугорочек. Смотрите, какой маленький. Класс. Какой-то бугорок. Слушайте, это просто. Я не могу. Смотрите, какой крутой. Каково же было Катина расстройство. Да ладно. Из-за того, что я повернулся назад и крикнул. Посмотрите. Это не бочоночек. Это бочка. Слушай, я тут нашел бугорочек. Либо здесь сыроежка, либо белячочек. Здесь белячочек. Блячочек. Блин, я не могу. Смотри. Кать. И масленочек тут затесался на краю ямки. О, у нас. Смотрите, какой экземплярчик у меня. Пошел кляшу. Руки труса. Кто-то разрыл сыроежки. Плюнул и пошел. А я не поленился. Разрыл этот бугорок. И возле сыроежки вылез белячок. Это просто, как знаете, есть гриб чешуйчатка чешуйчатая. То это белый-белый. Тот не поленился разрыть. Не поленился. И этот. А здесь бугорчик розовый. Начну этот кадр с красивого и закончу красивым. Смотрите, под этим дубом осяянным солнцем. Я просто буду туда сейчас на карачках лезть. Какой беляш торчит, а? Я просто не верю, что это беляша. Лезу к нему. Вместе с вами, друзья. Смотрите. Вот о червивости грибов я даже речь не веду. Потому как в этот период я червивых не встречаю совершенно. Идем вон в болотушко зайдем. Приятно гулять, когда такая хорошая погода, да? Погуляли по белячкам. Вернулся я к своим любимым. Сейчас покажу. Из-под листиков. Не каждый его заметит. Не каждый. Смотрите. Вон там. А я смотрю, что в очах заморыхтило. Знаемый. Знаемый погляд. А тут красавелла. Подосиновик белоножковый. Ножка-то. Смотрите, какая белая. Он там просто сидит под ветками. Глубоченько. Не хочется. Не хочется обломать раньше времени. Белоножковый. Иду я, иду. Ни на что, в принципе, не рассчитываю. И тут. Огромная шляпа. Под веточкой. Она прячется здесь. Ее не видно. Люди проходят. Хотя, такие экземпляры, как я встретил до этой шляпы, вообще были на видном месте. Ну, какие, я говорю, Катя, у тебя предположения, почему люди прошли. Возможно, человек шел, и прямо не доходя до гриба, ему хлестает ветка по глазам. И он с криками, ай, больно проходят эти грибы. Как такое можно пройти? Усаживайся. Укладывайся поудобнее. Катюшенька в своем одеянии не может идти через кусты. Поэтому ей недоступны такие вот виды, какие доступны мне и вам, дорогие друзья. Я сейчас вам покажу. Отсюда, под дерево, туда, если заглядывать, видно всего лишь нечто темное. Ничего не видно. Но это не так. Там стоит два огромных подоса. Я оставляю корзинушку с ножичком и отправляюсь с вами за ними. Ой, друзья, как же это захватывающе. Сейчас покажу. Один вы уже увидели. Его выдала его погрыженность. Их там три, Катя. Не могу сдержать эмоций. Как-то я уже лохматился под этими ветвями. Катя даже помнит. Посмотрите. Сейчас я лезу до него. Вот она. Вот его погрыженность. Белесая. Она его и выдала. Погрыженность блестела. Первый. Пошел. Там еще два. Вот их даже мне сейчас плохо видно, но я знаю, что они там есть. Так. Сверху нападаю на них. Вот один поменьше. Есть. И вот один побольше. Видите, там вот свинухи рядом. А он тут со свинухами ведет беседу. Толстоногенький. Прекрасен. Также на болотце мы можем встретить обилие козляточек. Но сегодня мы до ихнего уровня опускаться не будем. Сегодня по элитке. Да, Кать? Да. Дима. Или не включился? Стой там. Замри. Не подходи. Смотрите, какой красивенький. Как тебе? Ну, не такие, конечно, как ты находишь. страшного? У меня тут есть. Ой, ну. Старше. Ничего страшного. Кому же кто-то он подъехал. Смотрите, какой беленький. Зайчик, ну, что ж ты так? Он в горыке был. Да нет, он прикрыт таким. Ну, не знаю. Я смотрю туда. Смотрите, какой красивенький. Красивенький, да. Красивенький. Идем же, друзья, на чужие болотца. Знаю, я там одно болотушка очень плодотворное. Хотя, вот, мы можем с вами видеть, что и не в болоте есть элитные грибы. Белые растут в этом участке леса в дубах, в соснах. И в березах пока еще не встретили. Дима привел вон. Да, Дима меня привел. Говорит, тут должны быть белячки. Смотри, и смотрите, что я узрела. Ох, какой. Блестит прямо на солнышке. Итак, заходим аккуратненько. Здесь, конечно, все изменилось. деревья почти голые стоят в этом березо-осиновом участке. Вся земля покрыта как будто золотыми монетами. Я гарантировал Кате успех. Гламурненький. Вот какой. Вот смотрите еще один. Смотрите какой. Оп. Еще один. Я уже корзиночку взяла. И ей улыбнулась удача. И мне улыбнулась. Смотрите, это, друзья, очень высокий, очень высокий подоснег. просто небоскреб или по-украински хмарочоз. Глянь, Катя. Здесь рядом успел состариться его предок. А, ни хрена, он успел созреть. А я уже расстроился раньше времени. Вот такой золотой денек и золотые грибочки. Удивляюсь каждому. Эти красные и их видно издалека. Каким чудом удается им сохраниться и вырасти до таких размеров. Загадка. даже не видела. Вот е-мое. Вот он. Наконец-то размещили воно лице. Ура. Выплакал у тебя. Ой, блин, отломала ему кусочек ножки. Отжодности. ловите. Ну ладно, он чуть-чуть. Чуть-чуть, дед. Вот это место, где Катюша с Максимкой. В прошлый раз белые нашли. Подосиновики, подберезовики. Все было вперемешку. И что вы думаете, я увидел здесь. Вы почти догадались. Катя вопросительно смотрит на землю и ничего не видит. В отличии от меня счастливчика. Смотри сюда. Тут такая шляпень. Дай бог каждому. Ой, дай бог каждому. мои дорогие. Это грандиознейший белый. Таких сегодня я еще не встречал. Вот он и в березках попался. Ну он именно сформировался полностью, вылез и предстал передо мной во всей красе. А что тут интересно? А я нахожу такие грибочки, которые нельзя найти. А эти можно найти? Эти можно. А вот такие нет. Малючки. Стой на месте на месте. Что? А конечно. Ох. Я говорю. Вот мои размерчики. Вот то, что у Димы. Корзинка слава богу уже преобразилась, набрала весов. А я наполнился положительными эмоциями. тут вот совсем заново я брила. Катюшенька все хвалилась, что она находит прекрасные размерчики, которые другие люди не находят. Ну сейчас мы развеем этот нит. Смотри, Катенька. Татюша, сейчас буду ругать. Ну что? Я говорил здесь тщательно смотреть. А? Кому я это говорил? Катеньку пропустил вперед и для Катюши даже ремикс сделал известной песни. Как раз в тему будет Катя, Катерина, эх, душа, Катя пропустила беляша, масленка раздавила, Катя, Катерина, подоси ныша. Катя, смотри, какой. Обидно смотреть. Нет. Я шучу, конечно. Катя пропустила палечка. она. Ну, ты же прошла здесь, Катюш. Давай не будем кривить душу. О, этот вот приветствуется. голову задрал. Посмотреть, кто же здесь. Катя, смотри, какие они свеженькие вообще. Очередной подосик нас радует. мы уже и подустали. Он придает сил. Хочется идти дальше. Мы сейчас это болото обойдем с Катенькой и домой. Смотрите, какой. Вон еще один. Смотрите, какой. Офигеть. Сейчас надо быстрее бежать. Дима сейчас сюда придет. Ах, хохи. Ха-ха-ха-ха. Ого, у него нога. Еле достала. Так. Какие? Может, это и были мои грибы, которые мне сдали, а? Ну, Дима, уже можно и поделиться немножко с женой-то. Пока, Катя, ого, загружают толстоногих братьев. Такие тяжелые. В корзину, ничего себе, ну-ка. Так они толстые. Да я тут увидел полячка. Смотрите, вот этих вот свинушек, мухоморчиков. А полячок ли это? Друзья, это может быть масленочек. Это масленочек. я ему рад не менее, чем полячку. Вспомнил про место белячковое. Катя, говорю, смотри внимательно. и сам не плашаю. Не знаю, белячок ли это, но какую-то шляпу я тут увидел. И вы сейчас увидите. а это это подос. Это Катя подос. Ногу кто-то там срезал. Ну смотри, может быть пропустили. Дима говорит, смотри, 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 хорошо. А как можно такое не заметить? Пипец. А я внимательно смотрю, а тут о-ху-ху-ху-ху-ху. о-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ха, хорошо, молодец. Молодец, молодец. А вот какие тут красавцы. Красивее, чем кто-либо. Это точно. Вы только посмотрите. О, господи. У меня просто не хватает света. Блин, какой же он крутой. Белый. Бачу. Бачу. Боже, у меня с реки обомнили. От этого размера. Посмотрите на него. Прекрасный грибочек. Вот болотце, в котором мы были. Вышли. И тут вот такой вот красавчик. Катя нашла красавчика, я нашла твоего красавчика. Рядышком тут. Не совсем. Ух ты. Катенька, смотри. Вот такой вот красавчик. Катя нашла красавчика, я нашел своего красавчика. Рядышком тут. И совсем не хуже красавчик. Катенька, смотри. Хороший. Стоило пройти вдоль этой ямки. Немножко дальше. Как очередную шляпку мы можем увидеть. Белячковую. И ножку. Этот был не в бугорке. Он прям показался на свет божий. Бугорочек. А тут? А тут? Беленький. Вот такой. Здесь надо обратить внимание, что бугорков масса. Просто зачастую сыроежки торчат. Но надо не лениться разгребать. Потому как между ними и белячки проскакивают. Уже убедился. Вроде бы. Такое ощущение как будто. Где? Как будто тут что-то есть. Ха-ха-ха. Точно. А тут? Мелкий беляк. Ну, вот так вот, дорогие подписчики и гости нашего канала. Нагуляли сегодня в волю. Грибол. Во! Можете оценить сами. Да какие элитнейшие. Вроде бы уже почти середина ноября. Слава богу мороза не было. И поэтому они продолжают свой рост. Хочется всех поблагодарить за просмотр. Заранее благодарю вас за поставленный лайк. Оставленный комментарий. Надеемся до новых встреч. Да, в этом сезоне еще. Отдельно хочется передать привет моей маме. Мам, привет. Я знаю, что ты смотришь все мои видосики. А, а твоей главное моей. Ну, и Катя хочет передать привет своей маме. Я присоединяюсь. Ну, хоть скажи мам привет. Да, привет мам. Ну, и до новых встреч, друзья. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok